При ремонтных работах на Чебоксарской ГЭС погиб рабочий. Обстоятельства трагедии сейчас выясняют правоохранительные органы. Вечером 27 октября текущего года в городе Новочебоксарске во время проведения подрядной организации ремонтных работ на коммуникационном мосту водосливной плотины на территории Чебоксарской гидроэлектростанции автокран на базе автомобиля КАМАЗ упал с моста в Волгу с высоты около 13 метров. В результате 63-летний машинист автокрана от полученной открытой черепно-мозговой травмы скончался на месте происшествия. По данному факту следственным отделам по городу Новочебоксарску следственного комитета проводится доследственная проверка. Как следует из материалов проверки автокран находился на расстоянии нескольких метров от края моста. Во время подъема профильных труб стрела автокрана ушла в сторону, оказавшись над водой, и в результате возникшего противодеса машина опрокинулась и упала в реку Волгу, уйдя на дно. В настоящее время предпринимаются необходимые меры по подъему автокрана из воды. Также в настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего с целью экспертного восстановления причины смерти погибшего, назначена судебная медицинская экспертиза. Проверяется информация о том, что автокран был применен подрядной организацией для выполнения указанных работ в нарушении наряда допуска, выданного оперативной сменой ГЭС, а также версии о неправильной эксплуатации автокрана. В ходе проверки будет дана правовая оценка вопросом исполнения требований законодательства об охране труда и технике безопасности в организации подрядчики, а также будут приняты меры по установлению причины и условий, в результате которых указанное происшествие имело место. Для этих целей к проверке привлечены специалисты Ростехнадзора и Государственная инспекция труда в Чувашской республике. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Продолжение следует...